вот прошло еще два часа андрей глаза открыл уже всего лишь не как думает как бы они стали лучше идут сборы лодка polar bird у нас скручена в этот раз она нам практически не пригодилась мы на ней чуть-чуть вышли на волне по блямкались и свалили рыба не ловилась сейчас мы ее упаковываем удобный чехол для нее есть без размер к вот так всего михаил юрьевич начальник фрегата крейсера до на ботике фига ботик утопили так ребят подняли авиацию смотрим как же нам все таки пробраться то вот тут дорогу нашли одну значит надо вот там где я начинал ехать надо просто проскочить по ней показывают снасть местную на судака до сергей я давай показывать показывать как работает так это у нас подшипник здесь до 205 надо подшипник смазывать его надо обязательно то это сколько сантиметров поводок получается 40 50 поводу поводу груза да где-то 50 10 сантиметров не должен доставать до дна крючок на этот крючок на цепляш наживку виде или мясо или сороженьку цепляш устанавливаешь вот так вот раз это одно например а здесь просто это сама насечка и все вот происходит поклевашка происходит поклевашка размотка размотка и все свободно или знаете знаете что я подумал герасим мальчик у нас теперь будут мы теперь будем кушать йогурты такие надо вот кушать и нужно кушать вот такие леса потому что их очень дальше видно и это сам но вот этих больше влезает в пакет такая эти вот сминаешь ее и дуешь потом можно и так но у этих есть еще преимущество но за то что катушка а это тоже можно сделать так железочка берешь вот и проводишь горячий я могу еще один рассказать это как у нас ребята делали это я так делаю ребята у нас делаются не так то есть тоже с бутылкой но груз они берут не такой потяжелее чтоб и он никуда вообще не мертвую тяжелого мертвую привязывать его сюда грузовой веревки должны быть метров пять-шесть они его отпускают всплывают вот так вот так вот получается вот отсюда идет вот так вот а здесь они просто делают как по столушку не ну это а раньше у нас были по столушке из резинового шланга на него нам он это у нас вот и вот на это место его не ваш петлю здесь он петлей дораст его петли а здесь вот это вот резиновый шланг это и ты уже вставляешь живца уже просто на определенную да и все у тебя получается уже вот этого части нету вот это нет у тебя получается здесь вот грузина он плавает да ты его спустил вот наша глубина вот такая и он плавает у меня вот так спокойно а вот это груз то сам идет туда просто и в этом случае в этом случае ни одна рыбина не утащит у тебя потому что это тяжелый груз а вот в этом варианте если хорошая рыбина возьмет можно по километру тащить вот так ребята но таких рыбин на воже нету даже можете не ловить здесь все вывели уже выловили и поэтому здесь можно уже аскорбиновыми бутылками ловить маленькими вообще не ездить ничего ничего тут уже не ловится давно только сложные бутерброды смотрите из газаил вездеходов лесник постоянно жрет и спит спит и жрет постоянно думает о своих вездеходов молочный корж еще а еще сверху можно пиццу положить мы ничего не поймали все ребятки у нас сборы идут полным ходом потому как погоды нет дожди дожди льют дожди и неизвестно когда это все кончится вот вроде ветерок то стихо вот дождь не стихает никак и мы скорее всего чухнем домой в таком случае вот такая у нас ребятки загрузочка сейчас еще лодку на крышу кинем и поедем скоро нам багажник поставят на крышу алюминиевый будет вообще здорово будем раз так положили погнали крепится будет на четырех точках надо багажник поставили не надо так дома оставили 4 болтика выкрутил снял его все так если знаю что с лодкой едем то взяли поставили у финтрейла возьмем сумки не промокаем и еще туда можно чем-нибудь накладывать сейчас те лодку сюда поставим потом ты меня подтолкнешь просто оба сейчас еще залезу оба на какой-то все 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 показывал этой давай теперь затаскиваю лодку на нижнюю часть сначала 100 нет почему так же им чуть-чуть приподними мне еще все он еще никакого края не кстати прикольная тема ребята вот североморский начинается наша дорога домой машины собраны заведены обратный путь начинается на сторону дома да там как еще пойдем неизвестно куда нас все два длинных один короткий и таки наловим твоих судаков приятно было познакомиться рыбы то нам не дала ну я думаю зимой мы на судаках не приедем тут ребятки выехали мы я думаю ребят после этого зубило мы там тоже засядем там колье он выкопал о но мы туда просто не поедем это будет правильно да мучача тут серьезно чего надо заводить заводить да мы видели ты туда сам после себя проехать не можешь на человечий рост ушел туда отпускай я тебя тогда с колеи не выну этой ты по колее пойдешь так я тебя по колее потащу тогда здесь вообще разбито все суда надо выезжать как подвалки какие-то валюты да ну и и и и и и и и и А-а-а-а! Изначально мы не собирались ехать домой сразу же, а хотели посетить один из бывших лагерей Каргополь-лагеря, посмотреть самим, что там осталось, ну и показать вам. Дело в том, что с нашей точки это было сделать достаточно неудобно, если бы мы туда поехали, нам бы пришлось как бульдозеру валить лес, хоть и не крупный, но мы бы смогли это, конечно, сделать, но не стали. Потому что, с другой стороны, в принципе, был более удобный подъезд, но нам по нему было не по пути, надо было вернуться назад полностью и по нему уже ехать. Поэтому мы двигаемся обратно. Итак, приключений предостаточно. Продолжение следует... Берега озера Важе достаточно сильно заболочены и глупо говорить, что вот тут вот лесник не ехал, а шерп ехал, или профи не ехал, или экстрим не ехал. Ребят, досталось всем, подергивали и шерпа, подергивали и лесников, все настолько замотались и замудохались, что просто решили плыть вдоль берега. Но тут тоже была опасность влезть в такой мелководье, когда воды 10 сантиметров, а под нами торт. В нем тоже очень тяжело поворачивать, тяжело очень идти, скорость падает до 2-3 километров в час. Поэтому, если вы тут не были, подумайте, прежде чем что-то написать в адрес лесника или вообще вездеходов, ну или шерпа. Ребят, побывайте, съездите на Важе, проедьте несколько километров вдоль берега, и все будет понятно, что это за озеро. Места зачетные. Нам понравилось, мы еще обязательно съездим. Но вот что-то в одного вездехода надо будет очень быть аккуратным. Ребят, ехали мы, ехали. Пропал у нас ход на одном борту. То есть нету на одном борту тяги. Сейчас быстро подъехали, вон ребята, мы перегрузили к ним вещи, вскрыли все, посмотрели, лопнула пружина, которая возвращает тягу борту на место. Мы ее, в принципе, не меняли. И, видимо, она сказала гав. Просто лопнула, да. Ну, в принципе, ремонта тут на 5 минут, на самом деле, если без выгрузки вещей. А так как мы на воде сломались, нас пришлось подбуксировать чуть-чуть, и большая загрузка. Ну, в общем, нормально, сейчас поедем. Одели новую пружину, и сейчас поедем. Так, все, ребята, пошли лотой-то. Там вот наша дорога как-то, видишь, впереди. Ну, да, не включу я. Гидровинт-то включен, нет? Нет, сейчас из тростника выеду, если чего. А, а то я думаю, что так медленно плывешь. Желез гидровинтом-то. И можно было линзы запускать. Субтитры сделал DimaTorzok Ласточка, да, пылиночки сдулся с нее. Так, Андрюха плывет. Воздух тут, ребят, колыбельный. Постоянно спать хочется. В трясте заблудился, да? Так, ну что, Герасим Васильевич покинул шарпы и поехал кататься на леснике. Ну что ж, ребят, я немножечко, наверное, прокачусь на леснике Pro с Андреем, а он нам немножко про него расскажет. Я думаю, это будет неплохо, познавательно, интересно. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, у него сухопаек здесь лежит. Как у взрослого. Что, прям так еду, да? Что такое? Куда купили билетик? Там и едете. О, ну что, тут просторно, ну вот. Ну вот. Я немного отстал, но поехали купаться. И вот нас не могут догнать вездеходы. Ага, тот же. Вон Мишанька на шарпе. И Листник Экстрим нас догоняют, догоняют. Васю. Стараются. Но никак им не дознать Листник Пропи. Листник Пропи все, быстрее. Просто он впереди едет. Если что, чтобы его назад дернуть. Мишаня наш. О, Серега, дерево взял. Серега, ты дрова везешь? Хе-хе-хе. Целое дерево с собой везет. О, винт работает, гидровинт. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Все бурчит. Здесь сидеть хорошо, только воздух теплый вот из этого отверстия вылетает. И прямо в морду лица. Дальше едем? Да. Еще книжку умудряется читать. Что это за знак елочка? Елочка это знак пиздехода, плесник. А, это фирменный логотип. Да. Елочка и здесь присутствует, и вот здесь. А, это нормальная ситуация, нормальная ситуация, да. Пытается опознать. Он не пытается, он просто перестанет. Пытается опознать. Пытается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мегаболотоход Лесник Профи габаритные размеры 4 700 длина, 2 540 ширина и 2 800 высота. Вес вездехода в базовой комплектации тонна 850. Пару слов о конструкции. Вездеход полноподвесочный. То есть у Лесника Профи, в отличие от Лесников на колесах 1300, имеются и задняя и передняя рессорные подвески. В базе у нас идут мосты ГАЗ-66 облегченные. В двух словах, если можно, я остановлюсь. Значит, мы делаем полностью свой самодельный корпус моста и устанавливаем в него все комплектующие от моста ГАЗ-66. То есть поворотные кулаки, все ступичные узлы. При этом мы еще его дорабатываем на предмет установки дискового трансмиссионного тормоза, дискового рабочего тормоза, установки сразу же рулевого цилиндра, который нам нужен и так далее. Значит, в качестве опции мы предлагаем установку мостов ведущих от Вольво Лапландер, от военного шведского вездехода. Посередине, получается, базы колесной устанавливается двигатель с коробкой переменной передач. Либо устанавливается бензиновый двигатель от Шевроле Нивы инжекторный, либо дизельный Кубота, полтора литра объемом, турбированный. Вот так, как вот на данном вездеходе. И привод от коробки переменной передач сразу же идет на передний и задний мост. Постоянно заблокирует. Да, то есть получается постоянный полный привод. Ну, в общем-то, вот и все. Колеса мы устанавливаем размерностью 1600 на 700 фирмы Трекол. Либо есть еще возможность установки колес 1650 на 570 тромб-16. Это шина с очень развитым зацепом. При желании ее тоже можно установить на данный вездеход. Ну, давайте немножечко пройдем кругом машины и посмотрим, что у нее есть. Что у нее есть. Ну, как уже говорили, это рессорная подвеска. Это мосты Лапландер. Вольво Лапландер. Дополнительно установлена защита моста и рулевого. Гидробьемное рулевое управление. Стоит лебедка. Стационарно. Большие колеса-колобки. Музыкальные. Вот, ребята, интересный момент. Это гидровинт. Гидровинт это такая опускающаяся штука, которая помогает вездеходу на воде. Сейчас его опустят, и мы посмотрим, как он работает. Вот он опустился, и так он работает. Вперед-назад. Красота. Поднялся. Он помогает вездеходу достаточно шустро. Для его размера и отсутствия лопастей на колесах плавать. Значит, здесь что мы видим еще? Еще из новинок у вездеходов лесник появляются диски с канистрами. В канистры вмещается 50 литров соляры. И она путем нагнетания с подкачки, нагнетания воздуха в канистру избыточного давления, путем через шланг заправляет два штатных бака объемом 58 литров каждый. Два бака. То есть, это уже у нас 116 плюс 50 это у нас 316 литров соляры. Очень неплохой запас для двигателя Кубота. Здесь стоит Кубота турбодизель. Давайте я посмотрю, дальше заглянем в салон. Да-да, вот так вот открываются двери, что позволяет таким образом с открытой дверью ехать в жаркую погоду. Вот так выглядит салон. Приборная панель. Все с подсветками. Сейчас я вам это покажу. Вот. У нас подсветочки включились. Кресло водителя регулируется. Много регулировок. Оно подрессорено. Здесь стоит утопитель Webasto 4 кВт. Это как раз управление гидромотором. Перед, нейтраль, назад, опустить, поднять. Все по-военному достаточно просто. Везде можно подлезть, что-то подкрутить, открутить. Вот здесь есть сидение. Одно сидение, второе сидение. Вот там вот. Можно, в принципе, вот сюда положить что-то мягкое и надоедать водителю. Не с этой стороны. Вот стоит. Там рычага переключения нет. И надоедать водителю. Можно советовать ему какую передачу включить, куда ехать, как газовать. Очень просторный салон. Вот сюда кладутся слани. И за счет этого вездеходим, может спать, ну, я думаю, часа человека 4 легко. А тесно знакомых людей, наверное, может быть, 6. А что, нет? Либо вдвоем, но вдвоем здесь можно вообще потеряться. В общем, ребят, как-то вот так вот. Вот эта вот штуковина, это вытяжная шахта для выброса воздуха с моторного отсека. Моторный отсек у нас вот тут. Вот так он открывается. Вот так вот он сейчас выглядит. Стоят компрессоры, два аккумулятора. Вот. И вот эта шахта, она выкидывает воздух на улицу. Вот сюда вот. Вот видите, решетка. На улицу выбрасывает воздух. Но зимой, когда вы хотите, вы можете ее открыть. Вот так вот зафиксировать. Вот здесь вот. Здесь, видите, есть крючки. Можно повесить одежду, высушить. Быстренько. Носочки. Еще что-нибудь. Либо оставить ее вот в таком положении и отапливать салон. То есть все тепло с мотора будет поступать сюда в салон. И для Крайнего Севера это очень будет вспомогабельно. Единственное, что вот здесь надо будет сделать закрывашку какую-то. Вот я бы сделал. А так это выглядит вот таким вот образом. Сзади присутствует дверь. На ней форточки, боковые форточки. Двери двойные. Подготовка под магнитолу, подготовка под радиостанцию, под колоночки есть. Здесь стоит инвертор уже. То есть большой комплекс дополнительных опций. Вот такой бардачок стоит. Вот это вот ящики-рундуки. Они же сидушки, куда кладется какой-то зип. Вот так вот. В общем, машина поедет на Таймыр, где, я думаю, будет очень хорошо себя чувствовать. И колесо это себя хорошо будет чувствовать и на вечной мерзлоте, и на снегу. Где так будет хороший накат у колеса. Ну, как по болоту едет. Вы видели, в принципе. Установлены рейлинги по борту вездехода, чтобы по нему можно было ходить и держаться за них. Фароискатель стоит. Оптика, люстра дополнительная. В общем, полный пакет, защита морды. А, ребята, тут еще интересный момент такой. Здесь же открывающееся стекло. Вот так вот оно открывается. Я его сейчас не буду распахивать, но оно открывается наверх. Что очень удобно, когда вам жарко. Вы его приоткрыли, открыли боковые окна сзади двери. Ну, вот верхняя часть двери. И едете. Кайфуйте. Ну что ж, Андрей, и, наверное, самое главное, какова цена этой машины, например, в базе? На сегодняшний момент базовая стоимость в базовой комплектации 2 миллиона 200 тысяч. За счет установки дизельного двигателя, мостов, вольвового пландер, опций, стоимость до трех с лишним миллионов. Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим наш обзор. Такой коротенький, лесника, профи. Действительно интересной машины, которая будет прекрасно себя чувствовать на Крайнем Севере. И если вас заинтересовал этот вездеход или какой-то еще другой от компании Лесник, вы всегда можете позвонить, заказать, договориться, вот с Андреем пообщаться, выяснить, что вам нужно. Он вам подскажет, может, вам и Лесник нужен, а может, какой-то другой вездеход. Потому что Андрею проще вам не продать машину, нежели продать вам какую-то вам неподходящую, чтобы вы потом на него зуб имели. Но, если вам все-таки вездеход нужен будет, скажите, что вы узнали о продукции Андрея на канале Герасим Ширп и получите хороший бонус для вашего вездехода. Герасим Ширп Герасим Ширп Игорь А тут давайте покидать Герасим Ширп не наезжайте ребята на кустики в торфе испачканных обхлестала ну как божьи коровки в крабинку теперь хорошо там никто не накакал ну какая-то ржавчина наловилась что-то даже написано да, на них писали что-то на этих бозьях у нас есть такие, мы находили, понял? да что написано? ну-ка дай-ка гляну ну дай посмотрите ооо, ребят, какой гвоздь мы нашли модный держи мишаня так, ребята сейчас мы коня самого достанем чебурехнуться ооо, наловил что-то я что-то примагнитилось господа ооо, какая арматура древнегреческая не-а да вот, ребят, решили искупать шерпа перед поездкой а то уж дюжи мы его заглинили заторфили и затинили даже немного засетили ооо, как все машину во берегу заторфили подпишись да так подпишись на все ребятки оставляем и лесниководов поедем спасибо серёжа тебе за гостеприимство шикарная у тебя заимка это самое езди спрятаться на случай зомби апокалипсиса так что если чем и к тебе все андрюха давай тебе новых идей это самые воплощение в металле и вставляющих вездехода лесник да ребята вы если будете покупать вездеход лесник говорите что с канала герасим шерп и вас ждет бонус андрюха честно говорит будет 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 все пока а мы поехали мишка спит уже нам ночью ночью я буду спать мишка будет рулить всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось а мы в это время находимся где-то совершенно в другом месте и снимаем опять видео для вас кто не подписан подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии большое спасибо всем пока